Субтитры подогнал «Симон» 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 А сапоги-то куда? А сапоги-то куда? На вот, больше нету Ну, и что я на 2 гривен и сделаю? Ей-богу, ну нет ничего Нужда, сам понимаешь Тебе нужда, а мне не нужда У тебя и дом, и скотина, и все А я весь тут У тебя свой хлеб, а я на покупном Откуда хошь, а мое отдай Ну нет сейчас, вот те Я и без шубы тёпил Выпил шкалик, оно во всех жилах играет И тулуп не надо Сижу, забывши горе Вот какой я человек Мне что? Я без шубы проживу Мне её век не надо Одно Баба заскучает Да и обидно Ты на него работай А он тебя водит Постой же теперь Не принесёшь денежки Я с тебя шапку сниму Ей-богу сниму А то что же это? По 2 гривен ему отдаёть Ну что на 2 гривен и сделаешь? Выпить одно Думал в долг взять овчины В долг не поверил овчинник Денежки, говорить, принеси Тогда выбирай любые А то знаем мы, как долги выбирать Приду домой А хлеб дошёл Опять полтора рубля вылож Камня Камня здесь такого не было Скотина На скотину не похоже С головы похоже на человека Добело что-то Да и человеку тут зачем быть? Убили какие-нибудь Раздели Да и бросили тут Подойди только И не разделаешься потом Подойди Или мимо, прости Подойти, как бы Худа не было Кто его знает Какой он? Не за добрые дела Попал сюда Подойдёшь Он скотчить Да задушить И не уйдёшь от него А не задушить Так поди Вожайся с ним Что с ним с голым делать? Не с себя же снять Последнее отдать Пронеси только Бог Да что же это, Семён, делаешь? Человек в беде Помирает А ты зарабел Мимо идёшь А Лидю же разбогател Боишься Ограбить богатство твоё Ай, Сёма Неладно Эй Чей, значит, будешь Я не здешний Здешних-то я знаю Попал-то, значит, как сюда На дорогу Нельзя мне сказать Должны люди обидели Никто меня не обидел Меня Бог наказал Известно Всё Бог Да всё же куда-нибудь Прибиваться надо Куда надо-то тебе Мне всё одно Так-то, брат Ну-ка, одевайся А эти дела Все и без нас разберуть Идти можешь? Что же Не говоришь? Пойдём-ка мне в дом Хоть отойдёшь немного Не зимовать же тут Надо к жилью Вот тебе шуба Пошёл за шубой А без кафтана приду Да ещё голову с собой приведу Не похвалит Матрёна Когда хлебу ставить? Нынче или завтра? Краюшка-то Большая осталась Нежели Семён там Пообедает Да и за ужин намного Не съест Но завтра хлеба-то Хватит Не стану нынче хлебов ставить Мукитовым Всего на одни хлебы И осталось Ещё до пятницы протянем Не обманул бы его овчинник-то А то уж больно просто Сам никого не обмануть А его и малое дитя проведёт Восемь рублей Деньги немалые Можно хорошую шубу собрать Хоть не дублённая Всё же шуба А то вон прошлую зиму Как бились-то без шубы Ни на речку выйти Никуда А то вон Пошёл со двора Всё на себя надел Мне и одеть-то ничего Не рано пошёл Пора бы ему А уж Не загулял ли ты с Коликом Крень Солк 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 Пишись Тим Солк Солк Восшér Продолжение следует... Что ж, Матрёна, собери ужинать, что ли? Садись, брат, ужинать станем. Что ж, Аля не варила? Варила? Да не про тебя. Ты, я вижу, он и ум-то свой пропил. Он пошел за шубой, а без кафтана пришел. Да еще он бродягу-гого с собой привел. Нет у меня права с пьяниц ужина. Будет, Матрёна. Что б бестолкутый языком стрекотать. Ты спроси прежде, какой человек. Сказывай, лучше деньги куда девал. Деньги? Вот они. А Трифонов не отдал. Завтра посулился. Нет у меня ужина. Всех пьяниц... Матрёна, подержи язык-то. Прежде послушай, что говорят. Наслушаешься ума от пьяного дурака. Недаром не хотела за тебя пьяницу замуж идти. Матушка холсты дала. Матрёна. Пропил. Пошел за шубой. Пропил. А ну, отдавай-ка сюда, кафтан мой. Один был и тот на себя напер. Песка напатый. Пострел тебя, аж весь снимай, говорю. Кабы добрый человек, так голым-то не был. Да я сказываю тебе. Иду. У дороги сидит этот, раздемший. Застыл совсем. Не лето ведь на ешом-то. Нанес меня на него бог. А то бы пропасть. Ну как быть. Мало ли, какие дела бывают. Взял, одел и привел сюда. Утеши ты свое сердце. Грех, Матрёна. Помирать будем. Матрёна. А ли в тебе Бога нет? Хлебаете, что ли? Хлебаете, что ли? Возвать-то тебя как? Михаил. Кто же обобрал тебя? Меня Бог наказал. Что, вот так голый и лежал? Так и лежал ногой. Замерзал. Видал меня Семен. Пожалел. Снял с себя кафтан. На меня надел. И велел сюда прийти. А здесь ты меня накормила, напоила, пожалела. Спасет вас Господь. На, вот, одень. А то, я вижу, у тебя и рубахи-то нет. Оденься, да и ложись к тебе полюбиться. Семен. А? Хлеб-то последний поели. Я на ничего не ставила. Не знаю, как завтра ей быть. Ничто комы мало не попрошу. Живы будем, сыты будем. А человек-то, видно, хороший. Да вот что не сказываете про себя? Должно, нельзя. Сем. А? Мы-то даем. А нам же тоже никто не дает-то. Ничего ж на свете мне не надо. Ни злата, ни серебра. День ко дню, неделя к неделе. Вскружился и год. Живет Михайло по-прежнему у Семена. Работает. И прошла про Семенова работника слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник Михайло. И стали из-за круги к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться. Только вот чудным казался хозяевам их постоялец. На улицу не ходить, не говорить лишнего, не шутить, не смеется. Мужа моего только схоронили. Дерево в лесу убил. Нет ни сестры, ни тетки, ни бабки. Никому моих сирот взрастить. Не бери ты, мои души. Сем, не как вазок барский подъехал. Неужто к нам идете? Кто хозяин, сапожник? Я ваше степенство. Эй, Федька, подай сюда товар. Развяжи. Ну слушай же ты, сапожник. Видишь товар? Вижу, ваше благородие. Да ты понимаешь, какой это товар? Товар хороший. То-то, хороший. Да ты, дурак, такого товара и не видал, поди. Немецкий товар. 20 рублей плачено. Где же нам видать? Ну, то-то. Можешь ты из этого товара на мою ногу сапоги сшить? Можно ваше степенство. То-то, можно? Ты понимаешь, на кого шьешь? Из какого товара? Такие сапоги мне шесть, чтобы год носились. Не кривились, не поролись. Можешь, бери, режь товар. А не можешь, не бери, не режь товару. Я тебе наперед говорю. Распорятся, скривятся сапоги раньше году. Я тебя во строк посажу. А не скривятся, не распорятся до года. Я за работу 10 рублей дам. Брать, что ли? Снимай мерку. Смотри, голенища не обусь. А это кто же у тебя? А это самый мой мастер. Он и шить будет. Смотри же, помни. Так шесть, чтобы год проносились. Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы их сроку готовы были. Как раз поспеют. Когда надо. То-то. Ядрёно вожь. Ну уж кремняст. Этакого долбнёй не убьёшь. Косяк головой высадил, а ему горя мало. Житья такого, чего им гладкими не быть. Да. Товар дорогой, а барин сердитый. Как бы не ошибиться. Ну-ка, ты. У тебя и глаза повострее, и в руках-то больше моего сноровки стало. На комерку. Крови товар. А я головки дошивать буду. Не по сапожному кроить, и к рукой вырезать. Должно, не поняла я, как барину сапоги шить. Ты что же эта милая голова наделал? Зарезал ты меня. Барин что заказывал? Сапоги вытяжные на ранту. А ты что сшил? А он басовики сшил, без подошвы. Товар испортил. Как я теперь разделаюсь с барином? Товару такого не найдёшь? Здорово. Здорово. Чего надо? Да вот, барыня прислала. Об сапогах. Чего об сапогах? Да что об сапогах. Сапог не нужно барину. Приказал долго жить барин. Да что ты? От вас до дома не доехал. Воске и помер. Подъехала повозка к дому. Вышли высаживать. А он как куль завалился. Уж и закоченел. Мёртвый лежит. Барыня и прислала. Говорит, скажи, мол, сапожнику, что был у вас барин. Сапоги заказывал. Товар оставил. Так скажи сапог, не надо барину. А чтобы басовики на мёртвого поскорее с товару сшил. Да дождись, пока сошьют. И с собой привези. Вот и приехал. Только надо грешную человеку Один саж нельзя мелики. Только надо грешную человеку Один саж нельзя мелики. Прошло ещё пять лет. Не нарадуется Семён на своего работника. И не спрашивайте его более, откуда он. Только одного боится. Чтоб не ушёл от него Михайло. А Михайло живёт по-прежнему. На улицу не ходит. Лишнего не говорит. И во всё время только два раза и улыбнулся. Один раз, когда баба ему ужинать собрала. Другой раз на барина. Не бери ты мою душу. Дай мне самой детей сбоить, кормить на ноги, поставить. Нельзя детям без отца, без матери прожить. Тятя, к нам купчиха с девочками пришла. Одна девочка хромая. Здорово, хозяева. Просим милости. А что надо? Да вот башмачки и нужно кожаные девочкам на весну сшить. Что же, можно. Не шивали мы маленьких таких. Да всё можно. Можно рантовые. Можно выворотные на холсте. Вот Михайло у меня мастер. Ну, будем мерить. Вот с этой две мерки сними. На кривенькую ножку один башмачок шеи, а на пряменькую три. У них ножки одинакие. Одна в одну. Двойне они. С чего же это с ней сталось? Девочка такая хорошая. С роду, что ли? Нет. Мать задавила. А ты, разве не мать им будешь? Я им не мать и не родня хозяюшка. Чужие они вовсе. Приёмыши. Не свои дети, а как жалеешь их. Как мне их не жалеть? Я их обеих своей грудью выкормила. Своё было детище, да Бог прибрал. Его так не жалело, как их жалею. Да чьи же они? Годов шесть тому дело было. Отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. Я тогда с мужем в крестьянстве жила. Соседи были, двор об двор жили. Отец их мужик одинокий был. В роще работал. Да как-то дерево на него уронили. Его поперёк перехватило, всё нутро и выдавило. Только довезли его. Он Богу души и отдал. А баба в ту же неделю и родит войню. Вот этих девочек. Бедность, одиночество. Ни старухи у неё, ни девчонки не было. Одна родила, одна и померла. Пошла я наутро проведать соседку, захожу в избу, а она сердечная уши застыла. Да как помирала, завалилась на девочку, ножку ей и вывернула. Собрался народ. Обмыли, опрятали, роб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девчонки одни. Куда их деть? А я из бабы одна с ребёнком была. Первенького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла я их до времени к себе. Стала кормить. Да так-то одного своего, да этих двух, троих рудею выкормила. Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько Бог в рудях дал, что зальются, бывало. Два их кормлю, бывало, а третий ждёт. А два лица одна, третью возьму. Да так-то Бог привёл, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше Бог детей не дал. А достаток прибавляться стал. Теперь вот на мельнице здесь у купца живём. Жалование большое, жизнь хорошая, а детей нет. Да как бы мне и жить одной, если б не девчонки эти? Как же мне их не любить? Только у меня и воску в свечке, что они. Видно, пословица не мимо молвится. Без отца матери проживут, а без Бога не проживут. Михайло, ты чего? Меня Бог простил. Простите и вы. Вижу я, Михайло, что ты непростой человек. И не могу я тебя держать, не могу тебя спрашивать. Скажи мне только одно. За что Бог наказал тебя? Наказал меня Бог за то, что я ослушался Его. Был я ангел на небе и послал меня Господь вынуть из женщины душу. Ангел Божий, мужа моего только схоронили. Дерево в лесу убил. Нет ни сестры, ни тетку, ни бабки. Некому моих сирот взрастить. Не бери ты мою душеньку. Дай мне со мной детей испоить, скормить на ноги, поставить. Нельзя детям без отца, без матери прожить. Не мог я из родильницы души вынуть. И сказал Господь, когда узнаешь три слова, узнаешь, что есть в людях, чего не дано людям, и чем люди живы, вернешься на небо. Не знал я прежде нужды людской. Не знал ни холода, ни голода. Пришел вечер, проголодался я и застыл весь. Вдруг слышу, идет человек по дороге. Несет сапоги, сам с собой говорит. Увидал меня, нахмурился и прошел мимо. Отчаялся я. Слышу, идет назад человек. То в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой. И в лице его я узнал Бога. Пришел я в его дом. Вышла нам навстречу женщина и стала говорить. Мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти. Она хотела выгнать меня на холод, но тут муж ее напомнил ей о Боге, и женщина вдруг переменилась. И когда она подала нам ужинать, я взглянул на нее, в ней уже не было смерти. Она была живая. И я и в ней узнал Бога. И вспомнил я первое слово Бога, узная, что есть в людях. И узнал я, что есть в людях любовь. Стал я жить у вас и прожил год. И приехал человек заказывать сапоги, такие, чтобы год носились, не поролись, не кривились. я взглянул на него, и вдруг за плечами его увидел товарища своего, смертного ангела. и понял, что не зайдет еще солнца, как возьмется душа богача. И подумал я, припасает себе человек на год, они знают, что не будет жив и до вечера. И вспомнил я другое слово Бога. Узнаешь, чего не дано людям. Не дано людям знать, чего им для себя нужно. Сапоги на живого или басовики ему же на мертвого к вечеру. Что есть в людях, я уже знал. Теперь я узнал, чего не дано людям. Не мог я еще понять, чем люди живы. И все жил я и ждал, когда Бог откроет мне последнее слово. И на шестом году пришли девочки двойни, женщины. И узнал я девочек, и узнал, как остались живы девочки эти. Узнал и подумал. Просила мать за детей. И поверил я матери. Думал, что без отца матери нельзя прожить детям. А чужая женщина вскормила, взрастила их. И когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидал живого Бога и понял, чем люди живы. И понял, что Бог открыл мне последнее слово и простил меня. И узнал я, что жив всякий человек, не забота о себе, а любовью. Остался я жив, когда был человеком, вовсе не тем, что я сам себя обдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его. И они пожалели и полюбили меня. Понял я теперь, что кажется только людям, что они забота о себе живы. А живы они одной любовью. Кто в любви, тот в Боге и Бог в нем. потому что Бог есть любовь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Ибо не любящий брата своего, которого видеть, как может любить Бога, которого не видеть? Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok